Всем привет! Я Вика Виноградова, это канал Рецепты для Лентяев. И я к вам с классной подборкой быстрых салатиков с колбаской. Они будут разные по вкусу и вот что самое замечательное, готовится за считанные минуты. Такая прям настоящая палочка-выручалочка, когда гости уже на подходе и нужно что-то, что-то быстро соорудить к столу. Для этого салата лучше всего подойдет копченая колбаса. У меня это вареный копченый сервелат. Нарезаем его соломкой. По весу я брала грамм 200. На точно такую же соломку режем любой полутвердый сыр. У меня это сливочный. Достаточно будет 100 грамм. Добавляем зелень. Я взяла листовой салат, можно заменить на китайскую капусту или на айсберг. Еще понадобится 150 грамм консервированной фасоли. Заправляем майонезом и непосредственно перед подачей на стол добавляем горсть сухариков. Я брала сухарики с хреном. Заранее их лучше не добавлять, потому что они размокнут. Салат получается с ароматом копченостей, пикантный за счет сухариков. Отлично подходит в качестве закуски. Следующий салат, он будет с хрустящими свежими огурчиками и морковкой по-корейски. Для этого салата хорошо подойдет ветчина. Берем грамм 200 и нарезаем соломкой. Из такого количества ингредиентов получится достаточно большая порция на несколько человек. Режем один стандартный или половину большого свежего огурца. Также нарезаем его соломкой. Добавляем в общую миску и чуть-чуть подсаливаем сам огурец. 100 грамм любого полутвердого сыра режем соломкой. Добавляем 150 грамм моркови по-корейски и 150 грамм консервированной кукурузы. Заправляем майонезом и салат готов. Всю колбасу для салатов, а также другие ингредиенты я покупала в магазине Победа. Я там закупаюсь уже не первый раз и всегда продукты качественные, вкусные, свежие и при этом по очень бюджетным ценам. Победа – это популярная сеть продуктовых магазинов, расположенных по всей России. Сама я ездила в подмосковный магазин, расположенный в городе Нахабино. Магазин выглядит как продуктовый склад, при этом здесь все разложено очень аккуратно, сам магазин чистый и опрятный. И что самое главное – здесь очень низкие цены. Тут не проводят акции, потому что выгодные цены здесь круглый год. Сами видите, насколько все дешево стоит. Особенно, когда вам нужно закупить много продуктов на всю неделю или, например, перед праздниками. Это настоящее спасение для вашего кошелька. Вот взять ту же колбасу в обычном магазине и здесь, в Победе. Разница в цене огромная. Все потому, что Победа работает не с раскрученными брендами, переплачивая за рекламу и посредникам, а напрямую договаривается с местными поставщиками, отбирая пусть и не такие известные, зато качественные, вкусные продукты. И тем самым помогает нам экономить. В описании под видео обязательно оставлю ссылку на сайт сети магазинов Победа, чтобы вы тоже могли посмотреть ближайший к вам магазин и выгодно закупиться. Я уверена, для многих это сейчас очень актуально. Следующий колбасный салатик будет со свежими помидорами. Для этого салата хорошо подойдет вареная колбаса, типа докторской или молочной. Понадобится грамм 200. Режем ее кубиками. Полутвердый сыр нарезаем такими же кубиками. Нужно около 100 грамм. Нарезаем один помидор среднего размера, также на кубики. Добавляем в общую миску, подсаливаем помидор, выдавливаем зубчик чеснока и заправляем майонезом. За счет чеснока салат получается очень ароматный, чесночненький, вкусный. Следующий салатик, он будет с перчиками. Причем я брала там и сладкие, и остренькие. Получилось невероятно вкусно. 200 грамм колбасы режем кубиками. Я брала сервелат, но вообще подойдет любая копченая колбаска. Один небольшой сладкий перец режем небольшими кубиками. И для остринки берем небольшой острый перчик. У меня это перец чили. Убираем у него зерна. По количеству перца ориентируйтесь по своему вкусу и желудку. У нас в семье любят острое, поэтому я беру перец целиком. Можно взять только половину. И лучше перед тем, как добавлять в салат, попробовать кусочек на остроту. Сорта перца отличаются между собой. Кто-то может быть послабее, какой-то довольно злым и жгучим. Поэтому смотрите сами. Еще понадобится красный лук. У меня головка лука большая, так что использую только четверть. Нарезаем на кубики. Добавляю китайскую капусту. Взяла три листа. Можно вместо нее взять айсберг или любой другой хрустящий салат. Заправляем майонезом и все готово. Салат получается остренький за счет перца и лука. При этом достаточно легкий в плане сытности. И еще один салатик, он будет с черносливом. Чернослив он всегда хорошо сочетается с колбаской, так что вкус будет просто замечательный. Для этого салата нужна копченая колбаска. Я брала салями. Берем грамм 100 и нарезаем кубиками. Чем ароматнее копченая колбаса, тем вкуснее и интереснее получится салат. Горсть чернослива без косточек режем на небольшие кусочки. У меня здесь 50 грамм. Если чернослив очень сухой, заранее замочить его в горячей воде на несколько минут. 100 грамм сыра нарезаем на кубики. Годится любой полутвердый. Маринованные огурцы или корнишоны режем на небольшие кусочки. По объему их нужно примерно столько же, сколько чернослива. Заправляем все майонезом и салат готов. Огурцы очень хорошо оттеняют сладость чернослива. И получается сбалансированный вкус, где есть и легкая сладость, и солоноватость, и копчености. Еще недавно на канале у меня выходила очень классная подборка. Там были бюджетные салатики, тоже 5 штук. Уверена, они вам понравятся, заинтересуют. Так что ссылочку на этот ролик оставлю в описании под видео. А у меня на этом все. Большое спасибо, что посмотрели ролик. Хорошего вам настроения, всего самого замечательного. Всем пока!